Исполнение республиканского бюджета, работа промышленного комплекса и долги по зарплате. Эти и другие вопросы поднимались сегодня на еженедельном совещании у главы республики. Работа промышленного комплекса и исполнение республиканского бюджета стали главными темами сегодняшнего обсуждения. За два месяца текущего года в республике наметился рост индекса промышленного производства. Мы отгрузили почти на 25 миллиардов рублей и 7,6 процентов. Вместе с этим также растет и производительство труда. 12 промышленных предприятий участвуют в комплексах по импортным замещениям. И это в семи федеральных планов по импортным замещениям. В связи с этим они, безусловно, осваивают новую продукцию, новые проекты реализуют. Все проекты предусматривают собой создание рабочих мест. То есть порядка 2000 рабочих мест мы должны в текущем году еще и создать. Вице-премьер правительства, министр финансов республики, в свою очередь отметила, что республиканский бюджет по доходам на текущий момент исполнен в объеме 5,5 миллиардов рублей, что составляет 126 процентов к аналогичному периоду прошлого года. По собственным доходам рост составил более 36 процентов. Бюджет на 1 марта исполнен с профицитом при плановом дефиците 1,992 миллиона рублей. Рост связан с поступлением задолженности концерна тракторной заводы, который по НДФЛ составляет 363,5 миллиона рублей. А задолженности другого рода. На прошлой неделе в Министерстве труда России состоялось межведомственное заседание. Речь шла и о ситуации в Чуваш-автотрансе. Федеральный министр дал два поручения. И они вполне конкретны. Первое – это до 1 апреля совместно с профсоюзом, с руководством предприятия, ну и отраслевым министерством провести встречу с работниками и подписать соглашение с предварительными сроками погашения заработной платы. И второе – до июня месяца задолженность по зарплате, которая скопилась за предыдущий период, должна быть закрыта. Иван Моторин отметил, что основной причиной кризиса на предприятии стало неэффективное использование подвижного состава. При наличии 430 автобусов только половина из них и выходит на рейс. Руководство предприятия должно принять решение в отношении неэффективных транспортных единиц, на которые также платится транспортный налог, отметил председатель Кабинета министров Чувашии. Дарина Игнатьева, Надежда Якулева, Олег Якимов, Республика.